Я в поездах, отставших от расписания Я в городах, которых нету на карте Я умер так и не пришедший в сознание Хотел быть первым, но споткнулся на старте Ой, стой! Кажется, никогда нам на планете это не встретится Просто рукой махнусь, и голос почти не слышит Гостиница «Юность», полностью везде выключен свет Я даже не поняла, вообще, где я одна Сразу с первого портье тоже вдруг не могла понять, кто я и зачем, и куда я иду 611 Ну, завтра при свете дня надо будет обязательно поснимать весь антураж отель Ну, ты думаешь, что при свете дня это будет как-то лучше? Да, я считаю, что при свете дня это будет вообще тот еще экспириенс Ну что, друзья, вещаю для вас из прекрасного отеля «Юность» Это наше пристанище на ближайшие 5 дней Потом мы летим в Дагестан И после Дагестана по возвращению уже будем жить в съемной квартире еще 2 недели Она будет еще ближе к месту учебы Если сейчас идти пешком примерно 10 минут На метро, наверное, будет быстрее Там всего одна станция Там будет пешком, ну, совсем-совсем быстро и очень удобно Мы, на самом деле, специально искали жилье, что было нелегко Потому что этот район, в принципе, недешевый Плюс сейчас майские праздники И это 3 недели Плюс затраты на самообучение На издержки того, что у нас останавливается работа в наших студиях Много-много очень моментов учитывалось И в итоге мы имеем то, что имеем Но, как говорится, ради цели, что не потерпишь Хотя в целом вроде бы даже приемлемо, если закрывать глаза на некоторые вещи Я сейчас nein-классник ВОВА! ВОВА! Д 2022 ВОВ Whyek! не нарушайте, пожалуйста. Так, ну что, первый день. О, люди с чемпионерами. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Джерри, ученик и друг Фидлинг Райза, который является директором нашей обучающей программы, принимал три недели экзамены у предыдущего потока, которые вот-вот закончили свое обучение, получили сертификацию и задержался ради нас буквально еще на один денек. Было очень круто увидеть его наконец вживую, можно сказать, прикоснуться к легенде, обнять этого потрясающего человека, который обладает невероятной энергетикой. Несмотря на то, что мы его знаем, может быть, не так много и все это время видели только в онлайне, складываются очень теплые чувства и огромное чувство благодарности. Первый день прошел больше в процессе знакомства, обсуждения, потому что у нас сейчас новый преподаватель Анна-Мария Капанеки и ее ассистент Себастьян. С ними мы не были знакомы, так же, как и она нас, естественно, не знает, и она давала некоторые задания для того, чтобы познакомиться с нами и понять, о чем мы знаем, о чем мы еще не знаем, возможно, и что можно было бы подсветить в процессе обучения. Послезавтра у нас начинаются практикумы, где нам на этот раз уже сольно нужно будет преподавать каждому один урок. До этого у нас был подобный практикум, где мы один урок ввели на троих, и я немного переживаю, потому что тот урок, который я выбрала, я очень люблю, но я не освежала его в памяти, и на это просто не хватало постоянно времени. И вот сейчас за ближайшие двое суток нужно успеть найти на это время. Но учитывая, что у меня завтра еще и мастер-класс будет после обучения, становится уже чуть проблематичнее. Да, вместе с учебой у меня в этот раз очень много еще различных каких-то планов работы, онлайн-уроков, оффлайн-уроков, индивидуальных, мастер-класс и даже съемки. Не, вы общайтесь, общайтесь, конечно, это живой момент. Сходили с девочками на обед в нашу любимую бруснику. Теперь у нас разговоры о важном. Чай и потрясающая погода. Вот она весна. И также в моем рассказе про обучение и про поездку в Дагестан постоянно будут фигурировать Лиза и Вика. Это мои коллеги, с которыми я сейчас учусь. Вика из Москвы, Лиза из Новосибирска. У нас с ними сложилось такое небольшое комьюнити, чему я очень рада. И все время, пока мы были в прерыве между сегментами с января по апрель, у нас было постоянное общение в чате, мы друг друга поддерживали, делились какими-то нюансами, ощущениями, переживаниями, рабочими моментами. И даже созванивались раз в неделю и смотрели какие-то уроки функциональной интеграции, которые у нас есть там в записи, как материалы дополнительные, и обсуждали. А сейчас я еду на встречу со своей сестрой. Те, кто знают меня давно, знают, что у меня есть старшая сестра. Ее сложно поймать. Она живет то где-нибудь за границей, то в Москве. И вот сейчас, на данный момент, мы наконец-то, опять же, оказались в одной точке, в одно время, в один день. И обязательно стараемся пересечься и не потерять эту возможность. Ее недавно닝еют. На данных моментах? Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, наш отель оставлял желать лучшего, начиная от окна, из которого постоянно дуло. То есть это не пластиковые пакеты, а это именно вот эти старые деревянные окна, которые заклеены скотчем, уже явно очень давно засунут какой-то пакет, видимо, решающий проблему то постоянного продувания. Но это никак не спасало, и когда я спала около окна, то есть моя кровать стояла рядом с окном, я, конечно, ощущала так или иначе то, что спать очень холодно. И один раз мы рискнули сходить на завтрак, тоже не остались в восторге и больше не пытались ходить на завтраки в этом отеле. И вообще, в принципе, решили, что нужно немного потепить. Пока Лиза ведет по Новосибирску урок с 6.30 утра по Москве, я решила немного настроиться, подготовиться на завтрашний практикум, который я буду сдавать в 9.45 утра. Ну что, мы съездим на завтраке за 450 рублей за этот чар стаканчиков себе в номер, чтобы пить воду. Мастер-класс в Москве в этот раз дался очень тяжело. Помимо того, что была какая-то такая общая усталость, людей набиралось немного, и плюс ко всему я чувствовала себя не очень хорошо, потому что все-таки ощущалась легкая простуда после снега в Питере, который я совсем никак не ожидала. И плюс еще и аллергия на цветение, которая у меня здесь открылась, потому что в Москве уже все просто полным цветом, так скажем, пышет. Аллергия на цветение у меня открылась буквально 3-4 года назад, до этого я вообще не была аллергичным человеком, но вот никогда не говори никогда. И с тех пор я в апреле-майе испытываю сильный дискомфорт, который мешает мне нормально работать и учиться. Кроме того, с мастер-класса ушла одна девушка, это произошло где-то посередине урока, может быть чуть раньше, и, наверное, со мной это впервые. И такое, как мы говорим с коллегами, боевое крещение, когда с твоего урока от того, что мэтча не произошло, просто берет и уходит человек. И в этот момент ты должен понять, что проблема вообще не в себе и даже не в методе. И как-то спокойно прожить эту ситуацию, продолжая также работать для других людей, которые остались на этот момент в зале. Я уже была расстроилась, ехала домой в таких немножко расстроенных чувствах, что всё прошло не так, как это было, например, в январе. Всё время напрашивалось сравнение, там собралась аудитория в три раза больше, все были какие-то очень такие дружелюбные, открытые, как-то всё. Я была совсем другой, в другом настроении. В общем, это не давало мне покоя до тех пор, пока я не открыла сообщение в телефоне, уже приехав в отель, и увидела, что все участники в восторге, всем всё понравилось, откликнулось, и было действительно важным, нужным и полезным прийти на этот мастер-класс. В день моей сдачи практикума по ATM я стояла в расписании в 9.45, то есть это второй по счёту урок, передо мной ещё кто-то должен был преподавать, но когда мы утром пришли, было объявлено, что девочка не сможет, к сожалению, прийти, это окно свободно, и что мы в этом случае будем делать. И я как-то такой внутренний отклик поймала, почувствовала, что лучше сделать это сейчас, в начале дня, и уже успокоиться, не волноваться и не оттягивать этот момент. Вызвалась провести урок самой первой из всей группы в 9 утра, в первый день сдачи практикума. Не знаю, как он прошёл, в том смысле, что я ни разу не смотрела записи со стороны, она будет у нас чуть позже в доступе, и мне бы, наверное, хотелось это пересмотреть, как-то, может быть, учесть какие-то моменты. Не очень помню, как это было, потому что волновалась, но старалась сохранять спокойствие и вести урок так, как я привыкла его вести уже со своими клиентами, которых я хорошо знаю много лет, которые мне доверяют. А здесь передо мной, получается, всё равно мои коллеги, меня кто-то оценивает, и было немного некомфортно и волнительно. Но, тем не менее, всё прошло хорошо. Во время обратной связи мне сказали, что всё было замечательно. Потом мы разобрали некоторые моменты касаемо даже не столько преподавания, сколько именно акцентов. во время урока, которые можно, может быть, чуть по-другому расставить, и это тоже было суперполезно. Мы сегодня сдали практику с этой дамой. Тома! Да-да. А с чем ты идёшь? Это мои вещи на съёмки. Приехала в Москву на обучение. Дешевле, чем брать дополнительный багаж в самолёт. Просто лайфхак. Мы идём на последний учебный день на этой неделе. Последний он только для нас, потому что завтра улетаем в Дагестан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти пять дней прилетели очень быстро. Всё в таком учебном рабочем процессе. Уже в эти выходные мы едем в Дагестан. За два с половиной дня нужно успеть кучу всего. Но с другой стороны, я надеюсь, что мы немного перезагрузимся от вот этого, ну, уже всё равно такого рутинного процесса здесь, в Москве. Мы выезжаем из отеля, оставляем вещи у одной из моих коллег для того, чтобы по возвращению из Дагестана забрать их и уже заселиться в квартиру, в которой мы останемся на следующие две недели. Ну что, мы выезжаем из этого потрясающего, прекрасного отеля. Трёхзвёздочного. И двигаемся в путь. Я решила сюда больше ничего не добавлять. Поездку в Дагестан сделать отдельным видео, чтобы не смешивать всё вместе, и чтобы это было комфортнее смотреть. Пишите в комментариях, может быть, что-то вас заинтересовало, может быть, о чём-то стоит рассказать поподробнее. И до следующего видео, до новых встреч. Пока-пока.